А ты что на дверях написала, на счетчике? Что ты написала? Воры. У нас на подъезде женщины пишут, что вы воры. Да, вы украли весь двор. Просковья Вергизова и Надежда Егорова считают, что их соседи перекрыли двор, незаконно посадили там виноград и теперь никого туда не пускают. Это они открыли, он не мешает. Вам виноград мешает? У нас есть протокол собрания дома. Нет, покажите. Вам показали его в управляющей? Нет, там поделочные документы. По словам женщин, мешает им не только виноград. Говорят, сосед Владимир Лозовой захватил территорию, власть стал старшим по дому. Да еще и незаконно приватизировал два гаража. Обращались даже в полицию. Участковый приходил к ним уже 19 раз. Покажите документы, что он старший по дому. А нет, а никто не выбирал. Тогда хочется узнать, на каком основании он власть себе взял. Хочу свет, где хочу, туда и ставлю. Где хочу, ремонт только ему. Кому хочет, тому и ремонт, говорит, делать. Оказалось, что и виноград, и гаражи, и власть у семьи Лозовых по закону. Виноградная лоза растет в этом доме уже 60 лет. И протокол собрания жильцов подтвердил, что она никому не мешает. Гаражи не захвачены, а куплены. А старшим по дому Владимира Лозового на общем собрании жильцов выбирали уже дважды. В 96-м и через 20 лет, в 2016-м. Причем в протоколе указано, что Прасковья Кузьминишна тоже поддержала именно его кандидатуру. Здесь люди писали, кого они хотят видеть старшим по дому. Вот, пожалуйста, квартира один, хотят Лозового. Квартира два, сами написали Лозовой. Владимир Лозовой говорит, что война длится уже 10 лет. Поводом для последней схватки стал капитальный ремонт. О том, что его будут делать, жильцов предупредили заранее. Менять трубы согласились все, кроме Прасковьи Кузьминишны и Надежды Ивановны. Муж старший по дому. Мы добились капитального ремонта внутри домовых сетей. Это такая вещь замечательная. Всем поменяли канализацию. Представляете, что это такое? Поменяли проводку в доме. У нас была алюминиевая на медную. Нам поменяли водопровод. Такие трубы, мы благодарность написали. Это не платят за капитальный ремонт, которая вот белым была. Она не платит. Она отказалась. А вторая отказалась от капитального ремонта. Будете вы тут ходить, мне гадить не надо. Им ничего не делали. Они закрыли дверь и не пустили. Так она говорит, что мы делали только себе ремонт. Она со всеми абсолютно подралась. И с моими родственниками. И вот с этими первой квартирой. Вот в четвертой квартире жили раньше пенсионеры. Все время они в стенку им стучали. Вот ночью пойдет по воротам стучить чем-то, чтобы громыхало. Почему ворота закрыты? Я говорю, а зачем же бы они были закрыты? А я хочу, чтобы я и мои кошки гуляли, где мы хотим. Я говорю, ну ходи вот так, по другому кругу. Ветеран военно-морского флота Владимир Лозовой не ожидал, что и на пенсии ему придется вести баталии в собственном дворе. Я просто хочу, чтобы дом был красивый. Я добился ремонта. Я добился фасад. Он был разваленный. В море ходил 50 лет. Я жену видел только через каждые полгода. Ходил в Сирии. Арабо-израильский конфликт. В Анголе я был. Везде я был. И я впервые столкнулся с этим. Другие соседи подтверждают, что им не мешает ни виноград, ни гаражи. Единственное, с чем действительно трудно жить – постоянные скандалы и ссоры. Но в этом жильцам не сможет помочь никто, кроме них самих. И даже участковый уже приходит сюда не как представитель правопорядка, а больше как психолог. И советует соседям, если не помириться, то хотя бы не принимать близко к сердцу все, что происходит во дворе. Екатерина Брега, Андрей Глушенко, Новости ХТВ.